всем добрый вечер рада вас всех видеть на моем прямом эфире с музычку немножечко потише фоновую сделаю очень рада что вы пришли на прямой эфир очень на всех люблю уважаю вижу много знакомых лиц каждого из вас приветствую и очень хочу провести этот прямой эфир чтобы он действительно помог вам помог вам собрать новую команду также поддержать команду которая уже у вас есть и и конечно же я бы хотела чтобы каждый из вас почерпнул для себя что-то новое и обязательно это применил я представлюсь добрый вечер всем меня зовут елена коваленко я являюсь топ лидером сетевой международной компании я здесь сегодня не буду совершенно о компании говорить я буду говорить для абсолютно всех людей неважно в какой вы компании я думаю моя информация будет вам полезна не буду ничего рекламировать просто буду говорить как действительно я рекомендую работать и рекрутировать я открою фишки открою секреты но все что по максимуму смогу дать где-то в 40 минут приблизительно до будет лица прямой эфир чтобы и вас сильно не задерживать и сама сильно не задерживаться я постараюсь вам дать то есть то что я считаю или действительно принесет результат если вы все это будете конечно внедрять чтобы наш прямой эфир был действительно результативным в первую очередь для вас потому что я это все уже знаю применяю и получаю результат получила результат получаю результат чтобы это было применимо вами давайте с вами договоримся вы постараетесь в эти 40 минут отключить все внешние факторы которые будут вам мешать обучаться стараться присутствовать и идти на контакт да то есть ли я к вам обращаюсь чтобы мы вместе с вами работали и желательно чтобы вас был какой-то блокнотик ручка чтобы вы все могли зафиксировать так как все что мы пишем мы фиксируем в мозгу да еще лучше поэтому давайте все цело отдадимся друг другу как я это называю и будем друг другу полезны я хочу действительно дать вам очень ценную информацию которая поможет вам выйти в любой сетевой компании на уровень и даже эту информацию можно применять в любом бизнесе совершенно не очень хочется быть для вас полезны потому что я знаю что польза это то ради чего наверное человек на этот свет пришел если он не является пользоносителем для других людей для животных для природы то собственно говоря наверное он зря прожил жить мое мнение таково если ваши мировоззрение похоже на моё то я бы хотела чтобы вы поставили плюсики и давайте с вами познакомимся я вижу полетели сердечки значит ну кому-то откликается то что я говорю я очень рада это ставьте еще плюсики кому откликается кто очень рад и кто хочет услышать от меня эту информацию и давайте познакомимся напишите пожалуйста ваше имя и в каком вы живете городе очень бы хотелось многих очень конечно знаю привет привет прекрасные люди наши партнеры но я думаю что есть и люди которые впервые может быть меня видят слышат и хотят добиться результата да в бизнесе я думаю что ты все-таки бизнес сетевой если вы сейчас на этом эфире и так елена оренбург макка гудернес чеченская республика ангелина уфа люблю тебя ангелиночка ты тоже очень люблю с ангелиной познакомились на наше первое ассамблее это прекрасный лидер с огромным будущим прекрасный человек олеся уфа аль я алматы и диана негань ольга ольга просто олечку знаю да наталья жанар казахстан вот у нас есть до н верму сосед кстати и мой партнер живет на этаж ниже буквально да ну вот так он веркись кемецкая да да наталья первыми настя волгоград аня каскелин казахстан андрей к нам только присоединился привет андрей настя бизинчук самарская область альмира уфа наш с основания ли ручка у нас в компании данте этого человека знаю очень-очень давно прекрасная женщина прекрасный лидер всем привет кто присоединяется привет привет рада что вы пришли на мой прямой эфир и еще раз повторюсь наша тема это те методы рекрутинга в бизнес который использовала я использую до сих пор и я больше уверена что каждый из вас если будет это внедрять то выйдет на классный результат всем привет привет очень рада что у нас много людей из разных стран из разных городов и давайте тогда начнем море с грозного очень много кавказских у нас девушек наших очень красивых девушек прекрасных но все красивые все прекрасные и так давайте я буду раскрывать тему я закрепила название темы и давайте сначала мы подумаем о чем какие вообще существуют методы да методы существуют мы их так называем онлайн и оффлайн почему я рекомендую использовать и те и другие методы потому что ребят наш бизнес связан с людьми а люди они как раз таки существуют онлайн и оффлайн точнее они там ну тусуются да так называемым современным сленгом и конечно если вы только онлайн рекрутируете то вы теряете ту часть людей которые вокруг вас если вы рекрутируете только оффлайн методами вы теряете ту часть людей которая тусуется в интернете опять поэтому первый момент который я рекомендую делать ну это не новость для вас конечно но я бы хотел чтобы вы меня еще раз услышали используйте все методики общайтесь ищите партнеров в свою команду там где они есть а где есть люди а люди есть и в вашей жизни и в интернете очень многие говорят о том что мы например боимся предлагать боимся предлагать этот бизнес своим знакомым тем людям которых мы видим на которых мы знаем в лицо тех тем людям с которыми мы знакомимся очень многих есть горький нехороший опыт да когда они потому что теряли друзей теряли знакомых за того что они начинали приглашать их сетевой бизнес скажите пожалуйста есть ли из вас те люди которые у которых была такая ситуация поставьте пожалуйста плюсики что вы переживаете вы когда-то уже предлагали людям сетевой бизнес неважно в какой компании и вас теперь с этим человеком вам некомфортно может быть общаться шахризат пишет а мне нравится общаться да это супер это отлично вот очень многие пишут да плюсики поставили есть да это действительно так и было и у меня так было ребят потому что я в сетевой бизнес перешла четыре с половиной года назад собственно говоря да и два года у меня было набивание шишек потому что я новичок новичком была в этом бизнесе поэтому я всегда успокаиваю новичков партнеров и говорю что если у тебя сразу не получается конечно мы все хотим как кто-то да то есть кто-то пришел ночью пришел и говорит я хочу там как например вам маша сделать такой результат она пришла за три месяца стала директор например но давайте вспомним что всегда нужно сначала научиться стать профессионалом и не всегда ты можешь делать как маша потому что ты не знаешь какой уже опыт у этой маши да то есть может быть у маши уже был опыт в какой-то компании она научилась строить бизнес пришла и сделала результат возможно так произошло ведь мы же об этом не задумываемся то есть мы хотим все и сразу мы хотим как кто-то надо понимать что если приходит новичок первую очередь он должен обучиться так вот как было моем случае моем случае было так я пришла в компанию да и начала строить бизнес обучаться у меня было очень много срывов в каком плане я переживала почему же мне не получается как у кого-то да я пришла например к человеку в команду а он сделал за год такой шикарный результат а я не могу этого сделать почему я естественно расстраивалась опускала руки и хотела уйти от этого бизнеса но так как у меня есть опыт в предыдущем бизнесе в линейном бизнесе я понимала сейчас отвечу на вопрос ваших резак я понимала что мне что в любом бизнесе в любой профессии нужно сначала обучиться ведь даже ты идешь работать к примеру врачом учителем сначала ты обучаешься только потом ты практикуешься и постепенно выходишь на какой-то результат начинаешь работать врач начинает лечить людей учитель начинает учить людей он не может прийти и сразу же сделать результат стать например там врачом высшей категории правильно я говорю кто со мной согласен пожалуйста откликнетесь поставьте плюсики почему же в сетевом бизнесе мы хотим прийти и делать сразу результат да если мы новички особенно и так отвечу на вопрос четыре с половиной года первые два года я была в статусе директор и падала до статуса менеджера почему потому что это был этап моего становления я не говорю что у тебя должен быть этап становления если ты новичок два года нет это не так у каждого свой путь когда я пришла еще было очень мало информации да в принципе и очень было мало я собирала ее по крупицам сейчас информации море я уверена что каждый человек может взять уже готовые инструменты и просто по шагам их делать поэтому каждый из вас может научиться но нужно быть терпеливым и когда два года происходило вот это обучение становление на ноги да и потом уже я поняла что нужно делать чтобы выйти на хороший результат когда я стала это все внедрять обучилась и начал все это внедрять естественно я начала расти мы это бизнес видео вместе с моим уже владимиром коваленко и росли мы вместе но в этот бизнес первая пришла я потому что может быть у моего мужа был такой момент в голове что как же это наверное бизнес все таки женский а это еще и наверное лохотрон но вы знаете очень многих ему же я так думаю да я сама когда-то так думала что этот бизнес он является лохотроном каким-то определенным и ни на какой результат и выйти здесь не можешь да я думаю что это знакомо так вот все таки буквально за два с половиной года мы вышли в топ лидеры компании именно благодаря тому что делали постепенные пошаговые четкие действия все здесь как бы моя тема такая была этого прямого эфира существует ли волшебная пилюля я считаю что существует и она у вас в руках волшебная пилюля у вас в руках уже когда вы приходите в бизнес и и это ваше отношение к делу это ваша ответственность перед самим собой и поэтому почему добрый вечер всем кто присоединился и поэтому почему же есть люди у которых шахризат давай договоримся вопросики мы будем задавать потом немножечко потому что ты меня сбиваешь чуть-чуть хорошо давайте уважать друг друга потом обязательно я отвечу на каждый ваш вопрос и почему же произошло так что вашей жизни моей жизни что люди которых вы приглашали в бизнес из круга ваших знакомых до из людей которые и в вашей жизни с которыми вы знакомитесь они не шли к вам в бизнес и вы ну где-то теряли друзей объясню потому что когда вы приходите в бизнес прежде чем начинать звать людей не важно каким способом это интернет или это люди которые находятся в вашей жизни вам самим нужно обучиться классика жанра всегда первые десять встреч нужно проводить со своим спонсором наставником который вас пригласил и спонсора наставника нужно также выбирать с умом потому что вы не сможете прыгать от наставника к наставнику до спонсора к спонсору информационный спонсор я имею ввиду это должен быть человек который обладает знаниями поэтому первое всегда нужно выбирать спонсором наставником человека который обладает определенными знаниями и второе всегда на первые десять встреч ну хотя бы 5 да это смотря опять же по ситуации вам нужно не самим преподносить бизнес людям а приглашать этих людей на встречу со своим спонсором это если мы говорим о том что вы например приглашаете близких людей почему потому что для вашего знакомого вы являетесь уже какой-то определенной ролевой фигурой в жизни вы может быть подруга или вы может быть родственница может быть вы где-то вместе погуляли один раз так что он уже вас этот человек серьезно как бизнес-предпринимателя ну просто не может признавать признать этого человека он идет и он совершенно с другими эмоциями будет слушать информацию понимаете о чем я говорю венера пишет но и новичкам нужны люди конечно венера однозначно я просто говорю о том что вы как новичок достаточно быстро постарайтесь вот вы рекрутируете да вы например уже научились рекрутировать Человека, которого вы приглашаете, 10 раз пригласите на встречу со своим спонсором. Послушайте, что рассказывает спонсор, параллельно сами обучайтесь информации, и буквально уже на 11-ю встречу вы уже, в принципе, будете не новичок. То есть вы уже будете сами проводить переговоры, потому что вы будете грамотно преподносить информацию. Понимаете, в чем суть? Вы сможете ответить уже на самые основные вопросы, потому что вы послушайте, как это делает ваш спонсор. Вопросы обычно одни и те же, чаще всего. Поэтому 10 встреч достаточно, плюс параллельно обучаться определенной новой информации. Если это касается онлайн, рекрутинга, то есть вы не живете с человеком в одном городе. Вы, может, собственно, не хотите идти на встречу, нет у вас такой возможности. Здесь очень много мамочек в декрете, которые не могут ходить на какие-то определенные встречи. Некому оставить дед, поэтому, в принципе, многие и уходят работать онлайн. Так вот, онлайн-встречи также можно проводить. Кто знает, как можно проводить втроем онлайн-встречи? То есть, например, вы рекрутируете человека, зовете на бизнес, да? Не важно, это ваш знакомый или это просто человек, которого вы нашли, да, в всемирной паутине. Каким образом вы можете создать встречу втроем с помощью интернета? Кто знает, напишите, пожалуйста. И кто, собственно говоря, применяет такие методики, да, встречи со спонсором? Вот Андрей пишет, чат тройка, да, Ивена тоже пишет, чат тройка. В каких, на каких соцресурсах вы можете чат на троих создать? Напишите, пожалуйста, сколько вы знаете ресурсов, на которых вы можете создать чат или видеочат, да, чтобы ваш спонсор говорил, новичок слушал, задавал вопросы. Вконтакте, ватсап, да, где еще? Зум, где еще кто может подсказать? В основном все выбирают ватсап, да? Да, также, ну, есть как бы, сейчас мало кто уже пользуется, но некоторым нравится. Скайп конференции, да, то есть их масса. Практически в каждой соцсети, в каждом мессенджере есть такая функция, как чат. И вы можете, пожалуйста, создать такую конференцию. Я рекомендую вот делать так, потому что, и тогда вы не будете, даже предлагая своему знакомому бизнес, и приглашаю его на встречу с человеком, который уже в этом является специалистом, да, если вы считаете, что ваш спонсор прямой еще не совсем специалист, да, то попросите вышестоящего спонсора. Я думаю, что он вам не откажет. Вы проведете несколько таких встреч и сами станете уже специалистами, да, и, смотрите, человек, который будет, новичок к вам приходить, ему очень часто, ну, он стесняется предлагать бизнес, рассказывать о бизнесе своим знакомым. Так вот, он просто может дать вам контакты своих знакомых, рассказать, что будет бизнес-предложение от менеджера, допустим, или директора такой-то компании, и чтобы человек ожидал этого, да, и вы уже сами проведете встречу, эту встречу вы можете записать и, ну, каким образом, да, голосовые сообщения или текст, или телефонные разговоры, неважно, конференцию любую вы можете записать и этому человеку, да, прослушать, как вы провели конференцию с его знакомым, да, естественно, потом вы регистрируете в команду к этому знакомому вашего человека. Вот это вот мои вам рекомендации, как грамотно работать с новичками. Это первое, да. Второй момент, который я вам очень рекомендую, если вы хотите больших результатов, быть профессионалом. Почему в сетевом бизнесе, я-то не устану повторить, да, может, многие из вас это уже от меня слышали, но я это буду повторять, потому что я вижу, что именно из-за непрофессионализма многие уходят из сетевого маркетинга. Многие думают о сетевом маркетинге, как о каком-то некачественном, неквалифицированном бизнесе, да. А почему? А потому что они сталкиваются с непрофессионалами, да, с людьми, которые не могут грамотно рассказать о бизнесе. И делают выводы, что этот бизнес не стоит внимания, не достойно внимания. Так вот, я всегда говорила, что наш бизнес стоит на трех столбах. Если вы становитесь профессионалом в этих, в этих трех моментах, да, то однозначно вы не сможете не вырасти в любой сетевой компании, повторюсь. Итак, первое, что вы должны изучать каждый день, тратить на это хотя бы полчаса, это сам бизнес, маркетинг-план, акции компании, да, то есть все то, что предоставляет вам компания. Второй момент, что вы должны знать, это продукт. Обязательно. Я рекомендую 30 минут в день тратить на информацию о бизнесе, 30 минут в день тратить на информацию о продукте и 30 минут в день на третьей составляющей, это структура обучения, да, у каждого, в каждой команде она своя. Если у вас, допустим, в команде нет структуры обучения, вы спокойно можете ее построить сами, да, и стать, ну, скажем так, первопроходцем в вашей команде. Сейчас куча ресурсов, на которых можно сделать платно, бесплатно, на свою собственную школу продвижения, поэтому это на самом деле все реально. Нужно только захотеть. Кто-то из вас скажет, ну, у меня нет полтора часа на обучение в день. Ребят, я говорю о том, что если вы хотите зарабатывать здесь большие деньги, стать профессионалом, то вам нужно найти полтора часа в день. Как я это делала, да, с самого начала, как я это продолжаю делать сейчас? Когда я пришла в бизнес, до этого я вечерами, там, допустим, или когда я глажу, готовлю, я смотрела какие-то сериалы, передачи, ну, то есть что-то развлекательное. Потом, когда я поняла, что мне надо стать профессионалом, я просто заменила это на различные виды вебинары. И придя в компанию, я, делая то же самое, смотрела просто совершенно другое. То, что нужно, я себе выписывала. И сейчас я могу со всей ответственностью сказать, что на 95% вопросов про компанию, про бизнес, про методики продвижения, я смогу ответить. Потому что я себя считаю действительно профессионалом. Но я это сделала не за один день. Это упорное обучение, каждодневное. И я понимала, что невозможно, не потратив время, выйти на результат. Невозможно. На все вопросы я отвечу в конце, поэтому, пожалуйста, сейчас пока хочу дать вам информацию. Вопросики обязательно в конце мне пишите. В конце я дам, кстати, один самый основной метод, благодаря которому мы сделали такой классный результат. Я считаю его очень хорошим, очень достаточно быстрым. И я знаю, что каждый из вас может его сделать. Но дождитесь, пожалуйста, окончания эфира. Это будет мой вам такой подарок за то, что вы послушали информацию, обучились. Итак, следующий момент, который я бы рекомендовала, это соцсети. То есть соцсети – это то, что сделает вам результат. С помощью каких соцсетей вы можете работать. Сейчас самая популярная соцсеть – это, конечно же, Инстаграм. Что я рекомендую вам делать в Инстаграм? Во-первых, у вас должен быть правильно настроен профиль. Очень часто я вижу, когда люди в шапке пишут какие-то непонятные фразы, может быть, они хотят ими выделиться. Но человек, который приходит узнать информацию о вас, он должен четко видеть уже в шапке, кто вы и чем вы можете быть полезным. В трех фразах, в четырех вы можете написать, для чего человеку нужно идти к вам в бизнес. То есть чему вы можете научить, чем вы можете быть полезным. И что вы, собственно говоря, предлагаете. Потому что иногда человек предлагает бизнес, а в шапке написано вообще непонятно что. И у новичка какой-то дисбаланс в голове. Почему он не предлагает бизнес, а в шапке написано совершенно другое. Второе – это фотография. Ребят, если у вас будет в Инстаграм непонятные, размытые, некачественные фотографии, особенно на аватарке, и непонятно кто вы, закрытым лицом какой-то котенок, но это уже, я думаю, никто не использует, то человек к вам в бизнес не просто не придет, потому что он, опять же, не будет понимать, чему я у этого человека могу научиться. Сейчас люди хотят обучаться действительно новым вещам. И если вы не умеете сами, например, обрабатывать фотографии, сейчас есть куча, масса, как платных, так и бесплатных программ, прямо в телефоне вы можете сделать фотографию, обработать. Если вы элементарно этого не умеете делать, и у вас некачественные фотографии, к вам человек не придет. Следующий момент – это написание постов. У вас хотя бы один пост в день должен быть. Вы должны все равно светиться в ленте постов, и люди должны читать ваши мысли, должны читать ваши предложения, иначе, опять же, каким образом они будут видеть вас, кто вы, что вы, да, чем вы интересны. Следующий момент – то, что многие не используют совершенно в Инстаграме сейчас – это сторис. Сторис – это, наверное, один из основных сейчас методов продвижения в Инстаграм. Почему? Потому что сторис всегда светится у вас наверху, вот эти кружочки, да, и если есть тысячи подписчиков, человек увидит вас, в первую очередь, он на вас обратит внимание. Люди любят смотреть сторис, так как мини-сериалы такие, да, они любят заглядывать в жизнь чужого человека. Поэтому показывайте интересные фишки, делитесь, рассказывайте о своей компании, рассказывайте о своей команде, о достижениях. Вот это все должно быть у вас сторис. На самом деле, многие говорят, у нас нет времени, чтобы делать сторис. Но сторис занимает, если в общей сложности сложить, вот даже засеките сами, ну, 10-15 минут в день. Неужели вы не найдете 15 минут в день на этот ресурс, чтобы потом пожинать плоды, да, чтобы потом получать людей, входящие в заявки со сторис. Также один из разновидностей сторис – это прямой эфир. Это то, что сейчас я провожу. Почему прямые эфиры нужно делать? Потому что прямой эфир – это один из показателей вашей экспертности. Люди, когда идут в бизнес, особенно люди с опытом, они хотят не только видеть человека, да, как он выглядит в живой жизни, это вербальное привлечение людей, невербальное, точнее. Если человек вас видит на фотографии, это одно, но когда он вас послушает и услышит какие-то моменты экспертные, он может вовлечься и захотеть к вам в команду, особенно если он сейчас ищет такие возможности. Да, если человек возможности не ищет, то, скорее всего, это бесполезно. Но если человек ищет возможности, то вам нужно себя показывать, вам нужно показывать свою экспертность, то, чему вы можете научить, а чтобы у вас эта экспертность была, вы должны перепрыгнуть в предыдущий пункт, вы должны обучаться, ребят, да, то есть обучились чему-то, выйдите, расскажите, напишите пост, расскажите в сториз, создайте прямой эфир. Классная штука появилась, по-моему, полгода назад, это IGTV, когда вы можете целое большое видео загрузить и когда ваше видео выходит, у ваших подписчиков сразу это отображается, да, и это то, что даст вам, опять же, новых людей. Ольга пишет, и доверие больше после прямых эфиров. На самом деле, да, самое главное здесь это доверие. Чем больше вы показываете себя живую, реальную, тем больше доверия к вам у людей, да, вы это прекрасно понимаете. Как понять, вообще, как свой инстаграм вести? Да, очень просто. Делайте то, что вам нравится в других людях. Найдите себе 10, ну, так называемых кумиров, ну, хотя бы даже не 10, а 3 достаточно, тех людей, которые вам нравятся, как ведут свой инстаграм. И просто делайте то же самое. Не копируйте, конечно, посты, ни в коем случае этого делать нельзя. Копировщикам быть хуже некуда, это испорченная репутация. Но просто смотрите, как человек преподносит себя, какие он делает фотографии, как он обрабатывает, задавайте ему вопросы, да, вот как ты это делаешь, как ты это делаешь. Как он ведет прямые эфиры, как он ведет сториз. И, то есть, у тех, кто вам нравится, и берите пример, потому что и на вас придут люди похожие, понимаете? Следующий момент, который я рекомендую внедрить, это, конечно же, соцсеть ВКонтакте. Очень многие стали забывать эту соцсеть, перепрыгнули резко на инстаграм, и вот вам как раз нужно сейчас этим воспользоваться. То есть, ВКонтакте стало меньше, в инстаграме больше. Значит, также используйте обязательно соцсеть ВКонтакте. Там можно делать все то же самое, что в инстаграм. То, что я вам сказала, пожалуйста, используйте ВКонтакте. Кто, кстати, из вас использует эту соцсеть для рекрутинга, для работы сейчас? Напишите, пожалуйста, единички. Посмотрим. Многие забыли о нем, а совершенно зря. Зависать, да, начало? Или видно? Да, вот Марго пишет, то есть, точно ВК давно не заходила. Ангелина, Аня. Молодцы, что вы используете. Да, я рекомендую делать это обязательно. Да, я знаю, что многие не используют. Тут вы теряете этот шанс, да, найти своих партнеров ВКонтакте. Фейсбук и Одноклассники. Это еще две соцсети, где достаточно много людей. У кого-то есть, нет, у кого-то нет. Может быть... Оль, может, у тебя что-то с интернетом. Перезагрузись, пожалуйста. А вот кто-то пишет, я только в ВК, инстаграм пока лес густой. Да, естественно, для меня тоже когда-то был инстаграм лес густой и ВК лес густой, потому что я же не всегда была в этих соцсетях не с рождения, да, но я, естественно, поняла, что если я не научусь, не стану внедрять, если меня там не будет, ну, все, я упускаю большое количество шансов, да. Только начала пользоваться, до этого не использовала. Одноклассники заблокировали, еле разблокировала. Да, блочат, кстати, везде, но вы тоже должны понимать, что когда спама грязного, черного становится очень много, для меня спам это когда просто закидывают людей непонятными сообщениями, причем заходишь к этим людям на страничку, там нет ничего интересного, да, какие-то там непонятные моменты. Вот это для меня спам. И вот таких людей, наверное, очистят. Поэтому нужно работать красиво, нужно работать корректно. Все равно, конечно, вы не застрахованы от того, что вас заблокируют, но это риск определенный. Поэтому я всегда рекомендую иметь запасные странички, чтобы у вас все-таки были странички рабочие, да, и одна страничка, где вы ведете ее постоянно, просто рассказывая о себе, да, тоже такие моменты. Надо лимиты знать, надо знать правила, конечно, все это правда. То есть рекомендую быть во многих соцсетях, но что я также вам рекомендую? Стать экспертом сначала в одной соцсети, потом в другой и постепенно создавать такую автоворонку. Что вообще такое автоворонка? Автоворонка – это, ну, своего рода кольцо замыкающее, которое переводит вашу целевую аудиторию с одного ресурса на другой. Я также рекомендую внедрять Телеграм-канал, потому что это тоже очень удобно. Телеграм-канал, на Телеграм-канал нужно вести, давая экспертность для вашей целевой аудитории, да, как это нужно делать. Например, если ваша целевая аудитория – это MLM-предприниматель, то вы можете назвать свой канал какие-то плюшки, фишки для сетевого бизнеса и рассказывать о таких плюшках и фишках, да, ничего не говоря о своей компании, о продукте и приглашать сетевиков на этот Телеграм-канал. Они будут видеть вашу экспертность и иногда вы можете давать какую-то информацию в коротеньком виде, а потом приглашать на остальные свои ресурсы, например, на страничку ВКонтакте. Как это должно выглядеть, да, то есть вы, например, пишите тему «Целевая аудитория» – пять параметров, по которым вы можете выделить целевую аудиторию. Вы пишете эти пять параметров, а затем пишите. У меня есть очень классная статья на эту тему, где я раскрываю более обширно с примерами эту тему. Заходи на мою страничку ВКонтакте, переходи и читай, если тебе эта тема интересна. Человек приходит на вашу страничку ВКонтакте, читает эту тематику, видит, что у вас есть еще какие-то посты, начинает спускаться ниже, 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 да, и если ему интересно, он видит дальше продающий пост, приглашающий в вашу компанию, и вот таким вот образом ваша автовороночка срабатывает, да. Если он на данный момент не готов, может быть, вы везде пишете про свои остальные ресурсы, вы можете дать какой-то подарок человеку, если он подпишется, например, на два ваших ресурса, да. Подарок этот может быть любой, все что угодно. Это денежный приз может быть, это может быть какая-то инфоприз какой-нибудь, да, может быть что-то, если у вас продуктовая компания, какой-то набор, не знаю, телефон, планшет, все, что вы можете дать человеку, и он станет подписчиком в ваших соцсетях, да. Тут уже вы сами фантазируйте как угодно. Вот я рассказала, как работать с телеграм-каналом, вот это и есть автоворонка. Ну и последний момент, о котором я обещала вам рассказать, с помощью которого, собственно говоря, пришли наши самые ключевые партнеры, я всегда это говорю, самое большое количество наших ключевых партнеров, серьезных таких партнеров, которые уже готовы были серьезно работать в бизнесе. И, кстати, этот метод тоже нужно включать вот эту автоворонку. То есть у вас должен быть инстаграм, ВК, то, что я рекомендую, телеграм, возможно, одноклассники, фейсбук, да, если вы физически будете, то, конечно, успевать. И, правильно, Олечка, конечно же, YouTube-канал. Это то, что многие из вас, к сожалению, не используют. Я понимаю, почему. Потому что есть... Потому что есть очень много страхов внутри. Страх этот вам... Откуда он у вас появился? Он у вас, конечно, из детства. Это все шаблоны определенные, которые вложены вам были с детства, да, окружающими, может быть, где-то родителями, учителями. Страх показаться некрасивым. Страх не то сказать. В школе как? Ты не то сказал, неправильно ответил, поставили тебе двойку, да. И все это у нас рефлекторно в мозгах закладывается. Ребята, но именно когда вы становитесь предпринимателем, пора рвать шаблоны, пора работать со своими страхами. Представляете, что ваш страх – это маленькая глупая обезьянка, которая сидит у вас на плече. Прямо визуализируйте эту обезьянку. Пусть это будет любое другое существо, какое вы хотите. Когда оно вылазит, это существо, вы просто понимаете, что вы взрослый человек, вы предприниматель, вы пришли за большими деньгами. У вас на кону стоит или бросить все, да, и жить на пенсию в будущем 10 тысяч, и тянуть с ваших детей деньги, потому что они должны вас на пенсии кормить. Или же пенсия, как вот у европейцев, у американцев, когда вы на круизных лайнерах, с мартини в руках смотрите на природу, на острова, и сами, может быть, даже помогаете своим детям, а не наоборот. Вот я выбираю второй путь. Я для себя его выбрала, и я поняла, что вот эта маленькая обезьянка, которая сидит у меня на плече, она ни в коем случае мои планы не разорвет, потому что, ребят, я сильнее этой обезьянки, понимаете? Я личность, я сформировавшаяся личность, я сама свою жизнь строю, а не вот это существо, которое мне говорит, страшно, не делай этого. Представьте, чтобы было, если бы я слушала вот это вот свое существо. Как бороться со страхами? Никак, с ними не нужно бороться. Это не то существо, с которым нужно, в принципе, бороться. Его нужно принимать. Вообще в жизни ни с чем бороться, ребят, не нужно. Нужно принимать все, что происходит вокруг, и смотреть на это по-другому, понимаете? А мы пытаемся бороться, пытаемся бороться с тем, как ведет себя муж, дети, да? И что мы вызываем? Мы вызываем конфликт только, исключительно. Не надо, для чего это? Примите, что вот люди такие, какие они есть, мир такой, какой он есть. И только вы можете изнутри, работая над самим собой, в первую очередь, сделать ситуацию вокруг вас совершенно другой. Я, когда это поняла, у меня такое ощущение, что у меня просто перевернулось все в голове. И я понимаю сейчас, да, как нужно вообще жить. Конечно, я сама учусь. Конечно, иногда эта обезьянка все равно залазит мне на голову. Но уже первый момент то, что я ее осознаю, визуализирую и понимаю, когда она вылазит, вот это вот существо, да? С кем ты там, девочка, разговариваешь? Это не шизофрения. Поверьте. Я понимаю, что я важнее своих страхов, я главнее своих страхов, и я с ними работаю. Поэтому. Добрый вечер, добрый вечер. Отвечу сейчас на вопрос. Сейчас эту тему уже открою полностью, да? Итак, канал YouTube. Видеомаркетинг. Почему это так важно? Я сейчас быстро объясню эту схему. Дело в том, что... Сейчас, одну секунду. Я на одну секундочку удалюсь и приду. Хорошо? Я извиняюсь, просто сказала, что пошли забрали с английского ребенка. Вот. Смотрите, какая очень часто происходит ситуация. Ну, как, в принципе, у меня и происходило. Мне пишет человек, говорит, я хочу в команду, я хочу в бизнес. Я спрашиваю, скажите, пожалуйста, откуда вы узнали о нашей вообще компании? Мне написал человек в личку, но когда я зашел к нему на страничку, мне хотелось увидеть больше экспертности, да? Мне хотелось, чтобы у этого человека были какие-то видеоматериалы, потому что я хотела бы послушать, посмотреть на человека. Но так как я у этого человека не увидела никакой экспертности, я прогуглил, да? Я прогуглил, да, или через Яндекс нашел, отбил компанию IBIOSI и увидела несколько видео на эту тему. Простите, что про единуюшую компанию, неважно, да? Человек вот так вот, собственно говоря, вышел на меня и послушал несколько моих видео и решил, что да, вот он хочет команду именно ко мне. Чаще всего, если вы хотите в команду людей с опытом, которые ищут предложения, да, какие-то, ищут возможности новой компании, то эти люди будут искать на YouTube себе спонсора, наставника, чтобы вы это понимали. Новички, возможно, нет. Новичкам еще это как бы не особо важно, да? То есть вы предложение сделали новичку, новичок к вам пришел, для него это новое, поэтому он еще не понимает, что есть экспертность, да, в таком виде. Но уже если вы хотите, ваша целевая аудитория все-таки, люди со статусом, да, каким-то, в другой, может быть, компании, с опытом, то чаще всего они будут именно искать вас на канале YouTube. Поэтому я рекомендую это делать. Я рекомендую, чтобы в вашей автоворонке обязательно присутствовал канал YouTube. Чаще всего встречающийся вопрос, как мне перебороть вот этот действительно страх, да, вот о котором я вам говорила. Ну, никогда я не выступал на камеру, но мне как-то вот, ну, стрёмно мне, ну, что мне сделать, да? Не могу вот я выйти и записать видео, 10 видео сразу. Не могу я взять и выйти в прямой эфир. Ребят, давайте помнить о том, что, я вижу, да, откликнулась, что у многих так действительно. Помнить о том, что не надо себя насиловать. В каком смысле? Не надо все делать резко. Все, я сегодня пошел и записываю утра до вечера видео, да, хотя я до этого никогда не делал. Давайте все делать плавно, безболезненно. Сначала начинайте с самого элементарного. Снимайте сториз, показывая себя. Вышли, сняли сториз, рассказали что-то, да, то, в чем вы уверены на 100%, да. Например, как поменять ребенку памперс или там вот классный памперс и хочу с вами поделиться. Ну, к примеру, да, то есть это может быть все, что угодно, все, что интересно, твоей целевой аудитории. Абсолютно все. И самое главное, планируйте. У вас должно быть на месяц расписан план, ну, на месяц я рекомендую, хотя попробуйте на неделю. Расписан план видеомаркетинга, да, всех ваших видео, которые вы снимаете. Например, первый день – это три сториз. Три сториз по 15 секунд. Сразу пишите тему. Первое, например, как выбрать хороший шампунь для ребенка. Например, да, если ваша социалевая аудитория – это там мамочка. Второе, ну, там, к примеру, почему я выбрала для себя сетевой маркетинг как способ зарабатывания денег. Да, буквально пару фраз. Почему? Потому-то, потому-то, потому-то. Третье, там, я гуляю с ребенком на улице, мы играем в игры, да, то есть все, где вы можете показать себя и что-то сказать. Второй день – пять сториз. Опять пишите приблизительно тематику, да, где брать тематики. Опять же, возвращаюсь я к тому, что вы смотрите, обязательно смотрите, если не смотрите, сториз других людей. И все, что вам откликается, на такую же тему записывайте свои. Да, не надо сидеть там, ломать себе голову. Берите примеры у тех людей, которые вам нравятся. В течение недели, когда вы почувствуете, ну, например, на четвертый день провести маленький прямой эфир, пусть он будет 10 минут, выберите ту тему, на которую вы прям специалист. Опять же, это не важно, это по бизнесу, или это какая-то тематика, касающаяся ребенка. Может быть, вы специалист в области, не знаю, вязания, визажа, чего-то, чего угодно. Самое главное, чтобы вы начали привыкать к камере и начали привыкать давать профессионально, не так, неправильно, непрофессионально, мы здесь не профессионалы в области ораторского искусства, рассказывать о чем-то, что вы хорошо знаете. Да? Вот. Следующий момент. Постепенно, постепенно запишите свое первое видео. Опять же, не надо делать 30-минутное, их никто смотреть все равно не будет, ребят. На 30 минут, на час – это вебинары. Это прямые эфиры, длинные, экспертные, уже когда вы будете к этому готовы, когда вам действительно будет что рассказать. Но сначала, пускай это будет 3-минутное, 5-минутное видео, где вы четко рассказали какую-то свою экспертность. Например, что такое, опять же, целевая аудитория, 5 критериев. Вы их произносите, да, и сохраняете это на свой канал YouTube. Ребят, вы будете совершенствоваться таким образом. И вы с каждым днем увеличите, увеличивать будете количество видео, ресурсов, которые вы раздаете людям. Да? Все это вы выкладываете в ВКонтакте, в Инстаграм в том же, канал YouTube, Телеграм-канал ваш. И у вас экспертная воронка будет очень хорошо работать. Вы таким образом будете привлекать людей к себе и становиться постепенно экспертом. Просто не ждите от этого моментальных результатов, потому что это, опять же, это ваше обучение. Но оно даст плоды в будущее. Это бизнес, в любом бизнесе. Сначала вы обучаетесь, вкладываете, да, свое время, где-то, может быть, деньги, да, если вы хотите сделать более качественный. Тоже YouTube-канал. Я, например, рекомендую шапку заказывать у профессионалов, стоить там 500 рублей, да, заставку заказать красивую. Или вы это все сами можете сделать, на это вы просто потратите намного больше времени. Ну, тут выбор за вами. Но вкладываться нужно в любой бизнес. Ребят, когда вы открываете магазин или ресторан, вы вкладываете миллионы денег. И не факт, что он у вас выгорит, да, в итоге он у вас будет успешным, да. Но человек, если бы не был во всем уверен на 100%, да, как соломки подстелил, знал бы, где упал. Такого не бывает. Также и здесь вам нужно понимать, что вы пришли в бизнес, вы пришли за большими деньгами, у вас стоит цель. Здесь не нужно больших вложений финансовых, но здесь нужно вкладывать временные ресурсы и учиться, и расти постепенно, особенно если вы новичок. Вот если вы это поймете, перестанете разочаровываться уже через неделю, почему у меня ничего не получается, а начнете думать, что бы мне еще нового внедрить, а послушать одного спонсора-наставника, а послушать второго, а послушать третьего, и просто добавлять и внедрять, а не винить вокруг всех, то вы станете профессионалом, и вы действительно выйдете на большие доходы. Канал YouTube – это то, что делает 10-15%. Вот эти 10-15% и растут быстрее, чем те, кто это не внедряют. Вдумайтесь в это, задумайтесь и постепенно начните внедрять. Убирайте страх. Когда у вас будет вот эта вот автовороночка, которая показывает все методы, вы онлайн сделаете классный результат. Но и я уже говорила про то, что я все-таки рекомендую приглашать знакомых и друзей в бизнес. Если брать партнеров в моей первой линии, то одна треть партнеров в первой линии – это близкий, теплый круг. Понимаете? То есть, если бы их не было, то у меня был бы статус намного меньше. И есть люди, которые пришли через какое-то время и стали лидерами в моей команде. Поэтому, пожалуйста, используйте абсолютно все ресурсы, о которых я вам рассказала. Так, видео можно начать снимать со слайда, а потом уже себя показывать. Конечно, можно начать и так. Слайды сначала, да, показывать. Можно комбинировать. Но у людей больше всего страх именно показать себя. Вот в чем проблема. И я говорю о том, что постепенно нужно из этого выходить. Исключение составляют люди, которым нельзя по каким-то причинам себя показывать. Но и здесь есть выходы. Есть маски, есть всякого рода заставки. И вот здесь действительно можно использовать слайды и просто свой голос. Тоже вариант, ребят. Задавайте сейчас вопросы. Шахризат спрашивает, 18% можно открыть свой офис. Да, если вы говорите о нашей компании, когда вы выходите на уровень 18%, вы можете открывать представительство в любом городе, в любом населенном пункте, село, деревне, неважно. Пожалуйста, открывайте. И это прекрасный дополнительный заработок. Если вы любите тусоваться, да, собирать людей, которые приходят, там, допустим, видят продукцию, то у нас есть эта возможность. Елена, в Вайбере можно работать? Лично я в Вайбере никогда не работала, но я знаю, что можно, конечно, да, можно и группами работать, и создавать группы. Но я вам про эту методику ничего не расскажу, потому что лично я ее не практиковала. Все методики хороши, потому что люди есть везде. Везде, где есть люди, где можно дать информацию, все эти методики хороши. Но не забывайте, что если вы непрофессионально работаете, да, то есть вы двух слов связать не можете, не можете ничего рассказать, то лучше не делайте ничего. Сначала обучитесь. Вопрос. Если теплый круг отказывается, их пока не трогайте. Вот я вначале, кстати, рассказывала про теплый круг, да, как грамотно работать с теплым кругом, что должен это делать спонсор. Потом записи будет. Вот прослушайте. Теплый круг я рекомендую обрабатывать. В хорошем смысле этого слова, да, слово, наверное, не очень красивое, обрабатывать. Ну, вы поняли, о чем я говорю. Но вот именно не самим, а делать это со своим спонсором. Были ли моменты, когда опускались руки? Что делали в этот момент? Ребят, мой спонсор Марина Соколенко знает, как у меня опускались руки. Несколько лет назад я свои эмоции не совсем умела держать при себе, да, это потом я начала проходить различные тренинги, я начала работать над собой. Это действительно работает, когда вы над самим собой ведете такую проработку. и хочу сказать, что сейчас я научилась со своими эмоциями работать. Раньше это было так. Прихожу я к своему спонсору, сажусь на кухне с ней и начинаю где-то с матами, признаюсь, поливать грязью бизнес, всех вокруг, компанию. А почему? Потому что у меня ничего не получается, ну я же виновата, да? То есть тогда я тоже не осознавала, что вся ответственность лежит только на мне. Если у меня чего-то не получается, это только моя вина, абсолютно моя. Я сама такую ситуацию допустила. Мой спонсор молча все это выслушала. Когда я уходила за дверь, я нашла к своему мужу и начинала говорить, да пошла эта Лена, ну в общем посылала меня, да, пусть валит, она мне уже надоела, она мне вечно приходит, сливает этот шлак. Ну вот было так. Это у меня вот так опускались руки. Конечно, я очень благодарна своему спонсору, что она меня выслушивала, хотя я считаю, что она где-то должна была меня на место ставить, да, потому что спонсор это не выгребная мусорная яма. Да, конечно, вы можете сказать своему спонсору, вот у меня не получается, ну как-то настроение падает, он вас поддержит, да, я рекомендую это делать, потому что спонсор, конечно, это человек, который уже с опытом, и он тоже попадал в такие ситуации, но не сливать ему свои эмоции. Я сейчас понимаю, как это было некрасиво, как это было неправильно, да, и в один прекрасный момент Марина мне просто сказала, слушай, ну уходи, значит, с компании, что я могу сделать? Это твой выбор, это твой бизнес. Я что могла, я дала тебе обучение, я дала тебе информацию, и вот когда она мне так сказала, я поняла, что, ну, как бы, да, это только мой выбор. Что я делала? Я садилась и анализировала, что я сделала не так, это уже потом я научилась, да, и прописывала себе, что мне надо сделать, чтобы улучшить ситуацию, ну, и обращалась к своему спонсору. Регина пишет, мой спонсор меня поддерживает. Да, и теперь мне просто, проще понимать этих людей, и я уже понимаю, как с ними вести диалог, да, и как их настраивать на позитив. То есть всегда старайтесь понять человека, но также дать ему понять, чтобы он не переходил какие-то границы. Да, я тебе помогу, но давай мы с тобой лучше продумаем, ну, смысл паниковать, давай продумаем, что мы с тобой можем сделать. А смотри, вот это, вот это, вот это, вот это грамотная спонсорская работа. Ребят, ну что, прямой эфир через минуту заканчивается. Я желаю вам отличного, вечера, чтобы вы провели его со своей семьей, со своими партнерами параллельно, так как бизнес у нас позволяет. И чтобы вы в этом месяце показали, в какой бы вы компании ни были, крутой результат. Я вас очень всех люблю, ценю, благодарю, что вы пришли. Надеюсь, что была вам полезна. Запись сохраню. Удачного вам вечера. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова